Всем привет, с вами Ева Пекрова. Вы заметили изменения? А все потому, что я не рядом со своей съемочной группой, но готова вещать для вас из любой точки мира. Но не могу я пропустить встречи с вами. Берите попкорн, мы начинаем. И сначала новость-радость. У Еваклиник теперь есть свой магазин мерчей. Ну а что, у всех крутышек есть свои мерчи. В пилотной линейке мерча Еваклиник фирменные блокноты, броши Ева Королева и популярный планер от Ларисы Пикуровой. Но создатели этого проекта обещают, что ежемесячно предложения будут пополняться классными штуками. Купить такие вещицы можно прямо на рецепции клиники по адресу улица Интернациональная, 31. Также совсем скоро пройдет новогодний базар. Догадались, какие подарки на Новый год могут получить ваши любимые? Не благодарите за подсказку. На днях стало известно, с каким декольте нельзя находиться на борту самолета. Жительница США Ева Джеймари совершала перелет со своим 7-летним сыном. Стюардесса, извиняясь, попросила пассажирку прикрыть грудь или вообще переодеться. Якобы одежда девушки не соответствует дресс-коду авиакомпании, но сама Ева уверена, что на нее просто нажаловались остальные женщины в салоне, потому что позавидовали ее красивой груди. В итоге, чтобы не пропускать рейс, девушка все же прикрыла свое декольте рабочим свитером стюардессы, но посчитала эту ситуацию унизительной. А как думаете вы, уместна ли такая одежда на борту самолета? А теперь новость для тех, кто в ближайшее время собирается в клинику репродукции и генетики. Теперь в Евоклинике ВИЭФ есть ВИП-палата. Услуги после операционного индивидуального наблюдения ВИП теперь стали еще шире. В Евоклинике ВИЭФ постарались создать для клиентов особенные условия в период восстановления, в атмосфере максимального комфорта и уюта. В палату можно пригласить сопровождающего, а также заказать доставку еды из Хелси План. Сезонные фрукты и вкусняшки тоже всегда в наличии для поднятия настроения. Я не понимаю, это что, даже уютнее, чем дома? Обнаружен самый бесстыжий примат на свете. Он буквально срывает фотосессии туристок своими приставаниями. Симпатичные девушки, решившие сфотографироваться с Ронгутангом, получают кучу облапываний. Очевидцы вот этой фотосессии не стали сдерживать свои эмоции. Такому поведению обезьян научили работники природного заповедника в Таиланде. Местные гиды обучают животным трюкам, чтобы получить дополнительный заработок. Странно, что не пощечину. Вот это фото с обезьянкой даже не покажешь никому. В Боливии прошла самая нелепая вечеринка в честь будущего малыша молодой семьи. А нелепая она потому, что прямо на празднике муж обвинил жену в неверности. Обычно на таких праздниках объявляют пол малыша, но не в этот раз. Счастливая бельменяшка сначала выслушала поздравления родных и друзей, а потом слово передали мужу. И понеслась. Он предоставил всем доказательства измены жены. Более того, обманутый муж показал разоблачающее видео, на котором его супруга выходит полуобнаженная из номера со своим любовником. Будущий ребенок тоже оказался незаконным мужа, а того самого мужчины с видео. В общем, милейший праздник превратился в адский скандал. Беременная жена умоляла мужа не уходить и дать ей возможность поговорить. Ну а любовника забросали сладостями и выгнали с вечеринки. Это Боливия, детка. Удивлена, как беременная не родила на месте от таких стрессов. Определенно эти новости заслуживают ваших лайков. Не скромничайте. Жмите кнопки, ставьте лайки и уже через неделю ждите меня с новостями. А на сегодня у меня все. Жду вас на следующей неделе на этом канале. Это была Ева Пекарова и все самое интересное в мире женщин. А сейчас пока-пока.